Ура! Так, мы начинаем. Значит, у нас сегодня с вами вечером. Во-первых, всем здравствуйте. Меня зовут Яэль. У нас сегодня должен быть урок по книге о Рабанит Хэнни Махлес о легенде Иерусалима, которая делала очень много хэсэда, принимала много гостей. Была Рабанит, которая преподавала уроки. И, в общем, с ней происходило очень много чудес, замечательных историй. Она помогла большому количеству людей. И на ее примере мы будем учиться, как делать хэсэд, как молиться, как верить во Всевышнего всем своим сердцем, всей своей душой. Очень книга вдохновляющая, поэтому я решила ее попробовать вам рассказать. Книга на английском языке. На русском, к сожалению, нет пока что перевода. Но мы над этим работаем. И без рата шем в скором времени появится перевод на русский язык. Это действительно книга, которую не просто ты прочитал и забыл, прочитала, и она тебя вдохновила на какие-то действия. На действия по изменению себя, изменению этого мира. Дала тебе, мне, по крайней мере, большую веру во Всевышнего. И книга мне очень помогла в свое время, поэтому я решила с вами ей поделиться. Вот. Это первое. Все, что мы сегодня с вами успеем, поучим по этой книжке. Я только хочу вам сказать сначала, что у нас после Шкии, 5-го ава, наступает Йорцайт, день, когда покинул этот мир, Аризель. Раф Ицхаклурия, который находится сейчас, он мой сосед, в Свате. Я живу в Свате, вот, и он здесь рядышком. Будет здесь, конечно, какое-то мероприятие. Очень много людей приезжает, чтобы помолиться на его кевер. Кстати, друзья, если у вас есть за кого помолиться, имена, пожалуйста, присылайте мне в личные сообщения в Фейсбуке или, может быть, комментарии к этому видео, имя Бат или Бен, имя мамы, да, и за что молиться. Без Рата Шем я пойду завтра на кевер, на могилу и буду там молиться. Все, кто мне пришлет имена, за всех помолимся. Вот, значит, у него сегодня Йорцайт, и буквально пару слов про этого цадика. Место, конечно, действительно очень рухнеет, очень много духовности там. Человек был выдающимся, с большими-большими способностями, с Роха Кодышем. И расскажу буквально пару слов о нем, не могу не сказать, что его не стало примерно около 400 с чем-то лет, это 450, может быть, лет назад, и его папа Шлома, он, я сейчас подглядываю, сегодня была на уроках, и нам рассказывали про него много всего, значит, его папа, он долго-долго молился с мамой, у них не было детей, и потом к ним пришел Илья Хуанави и сказал, все, ваши молитвы услышаны, ворота открыты, и у вас будет сын. Но, когда будет Брит, пожалуйста, Брит без меня не делайте, я буду сандак. Вот, поэтому подождите меня. И, значит, Брит, и пришел Илья Хуанави, и таким образом он передал часть своих сил. Мы знаем, что Илья Хуанави – это тот персонаж в истории еврейской, который никогда не умер, он вознесся на небеса, но он периодически возникает в каких-то разных формах, появляется и учится, допустим, он с Ари учился, да, хотя между ними разница около тысячи лет. То есть он периодически в разных обличиях приходит, да, и здесь в Сфате ходят легенды, что Илья Хуанави появляется иногда, и все понимают, что это Илья Хуанави. Не знаю, я никогда не видела, но если я его увижу, то я с вами поделюсь обязательно этим переживанием. Так, поехали дальше. Значит, он учился с Илья Хуанави, да, есть специальная даже комната в Сфате, есть синагога Аризаля, тоже очень сильное, мощное место и для молитвы, сефардская синагога Аризаля, и там есть комната, где они учились в Хевруте, Илья Хуанави передал все свое знание Аризалю. Значит, потом к нему пришел Раби Шимен Бар-Йохай к Аризалю и сказал, дорогой друг, 36 лет, ему было 36 лет, он тогда был в Египте, и сказал, тебе нужно ехать в Сфат, потому что твой шлихут, твоя цель и миссия в этой жизни это передать все, обучить, передать все свое знание Раву Хайму Виталю, да, то есть мы знаем, что у него был ученик, Рав Хайм Виталь, который записал все учение, всю кабалу, которую преподавал Ари, он записал, да, сам Аризаля ничего не записывал. И тот, собственно, поехал в Сфат, нашел Рава Хайма Виталя и передал ему все свое знание, все свое знание о том, что, я не знаю, по кабале вот эти все высокие духовные концепции, и что цадики, они, да, они видят везде божественную сущность, божественную искру, не как мы, да, допустим, там, видим все у нас физическое, я, допустим, так вижу, да, может быть, кто-то из вас видит по-другому, но вот здесь вот все физическое, а для цадиков они видят прямо во всем они видят божественность, да, и когда Ари передавал Раву Хайму Виталю все свое знание, Раву Хайму Виталю было сложно это запомнить, потому что сложные были концепции, так они поехали на Кенерет, есть такая история, что они поехали на Кенерет, и там Ари дал ему выпить из колодца Мирием. Мы знаем, что колодец Мирием находится в Кенерете, и после того, как он выпил из этого колодца, тот начал запоминать всю информацию, которую Аризали ему преподавал. Дальше, что мы сегодня выучили? Мы выучили, что его учителем был Рамак, юрцайт которого был на прошлой неделе, и когда Рамак умирал, у него спрашивали, кто после вас будет Равом, кто будет нас учить, и он сказал, вы все узнаете на моих похоронах. Значит, на его похоронах был такой, я не знаю, огонь или еще что-то, какой-то знак, да, сияющий над ним, и он переместился к Аризалю. И таким образом они узнают, что Ари будет следующим после него. Что еще могу сказать? Аризаль был выдающимся, он мог видеть и знать Гилгулим, какие были перерождения до, да, в каких воплощениях находился каждый человек, какой фиксинг, да, какой тикун у каждого человека, какая цель у каждого человека в этом мире, что было, будет с этим человеком. Он знал язык птиц, знал язык ангелов, малахим. Вот, и буквально за два года, почти за два года, за год и девять месяцев он обучил Рава Хайма Виталя всему того, что он знает, передал ему все знания, и все, и ушел из этого мира, да. То есть как он уходил из этого мира, тоже удивительная история, потому что у нас здесь Миква Ари, и считается это очень сильное, сильное место. Когда туда ходят мужчины, значит, они окунаются, это такое духовное переживание, очищение, очищение души. И почему называется Миква Ари? Потому что когда Ари умирал, он сказал, «Мое тело не готовьте к похоронам». Мы знаем, что когда умирает, да, в юрейской традиции, нужно тело окунуть в Микву. Сказал, «Мое тело не готовьте к похоронам, я сам это сделаю». Как он это сделал, да, то есть он умер, и сказал, «Отнесите меня в Микву». Значит, они поднесли его к Микве. Он встал, четыре раза окунулся сам в Микву, потом лег обратно вот на эти носилки, его вот так и похоронили. Да, то есть считается, что сам Аризель, я вот, я помню, я проходила возле этой Миквы, там была такая табличка, которая рассказывала об этой истории. Вот, и считается, что сам Аризель после, да, после того, как он умер, он все-таки окунулся в эту Микву, поэтому эта Миква имеет большую ценность. Вот, и в нее, конечно, очень много людей приезжает, я даже боюсь подумать, сколько будет людей там сейчас на юрцайте Аризеля. Вау, у меня в зуме есть люди, которых я не пустила. Хорошо. И когда Рафхайм Виталь, да, когда Рафхайм Виталь, его похоронили, с ним похоронили все его книги, которые он написал от Аризеля, все его книги были похоронены вместе с ним, и потом он дал разрешение, чтобы их вытащили оттуда, для того, чтобы, ну, дальше по ним обучаться и так далее, но сказали, одну книгу, пожалуйста, оставьте, и это одна книга Сефер Хагиула, книга о приходе Машиаха, книга о Геуле, и сказал он, пожалуйста, ее, это то, что его обучил Аризель, да, и он записал эту книгу, он сказал, эту книгу мы не достаем, вот, я представляю, какой был соблазн у всех этих людей не достать эту книгу, хотелось бы на нее взглянуть. Хорошо, так, дальше, одно изучение Аризеля, интересно, что, да, одно изучение Аризеля, вкратце я вам расскажу, вкратце я вам расскажу, спрашивали его, почему у него, почему у него такой руха-кодыш, и вообще, как у него есть столько сил вообще духовных, да, к этому знанию, даже была такая история, что он на два часа в шаббат лег спать, шевелил губами, и кто-то, кто это увидел, из его родственников спросил вообще, что сейчас происходило, почему ты шевелил губами, он сказал, что я, когда буду тебе рассказывать, это займет у меня 60-80 лет, чтобы рассказать тебе все, как бы, все то, что я увидел во сне, да, то, что мне Всевышний раскрыл. То есть у него было огромнейшее, было огромнейшее знание вообще каббалы, и у него спросили, как это происходит, да, как это происходит, и как происходит дивейкус, да, то есть соединение со Всевышним, как он это делает, и он сказал, что каждую митву, которую я делаю, я делаю бессимха, и не просто бессимха, да, я, ой, как здорово, сейчас я дам вздоку, там, или зажгу с шабатней свечи, он делал это так, будто бы это самая большая симха в его жизни, да, то есть каждую митву абсолютно, такая прям была экзальтированная радость выполнения воли Всевышнего, и с чего мы можем тоже взять большой пример, да, и попробовать таким, с такой же каваной, да, мы знаем, что Аризель был знаменит своими каванно, своими намерениями в молитве, да, вот эти вот всякие буквы, имена Всевышнего, которые он, которые написаны, да, в седурах Аризеля, каббалисты молятся с этими каванно, да, то есть это всё раскрыл, всё написал, и, да, то есть мы, друзья, делаем митву БСМХ, это то, что я вам рекомендую, и что-то я вам ещё хочу рассказать быстренько, а, сейчас я вам расскажу, значит, есть такая история, да, немножко поговорим о воскрешении из мёртвых, значит, у нас, когда будет происходить воскрешение из мёртвых, нас будут воскрешать вот из этой косточки, которая называется луз, да, косточка, она вот здесь вот находится, она называется луз, самая твёрдая косточка, которая, по идее, не должна исчезнуть, со временем из неё будут нас воскрешать, такой же, да, это написано в цифре Ор-Хакадош, Мошелури, он прямой потомок Аризеля, который сейчас живёт в Мэши-Арим, этот цифр совершенно невозможно получить в магазине, нужно к нему прийти, попросить этот цифр, вот, и он рассказал, что написано так же, что котель, да, вот мы всё время ходим к котелю и плачем, там, ой-ой-ой, у нас осталась стенка от храма, как же жалко, и вообще это всё очень печально, но на самом деле стена от храма является такой же косточкой, как у нас, из которой нас будут воскрешать, то есть это ресурс и концентрация всего, из чего мы будем воскрешаться и с новой силой, с новой силой служить Всевышнему, это совершенно не грустно или печально, да, то есть это то, что осталось, что держится здесь для того, чтобы мы потом, когда пришёл Машех, мы смогли это с новой силой и на новом, наиболее высоком духовном уровне служить Всевышнему, да, как наша косточка Луз, так же котель к храму, то же самое шаббат ко времени, да, то есть мы знаем, что есть время, место, да, то есть шаббат — это ко времени, и цадик для Ам-Исраэль, да, то есть цадик — такая же отправная точка для народа Израиля, как всё, что я перечислила раньше, вот, для того, чтобы когда пришёл Машех, то есть и сейчас, да, то есть мы упираемся на цадика, который нам помогает и ведёт нас, и поэтому это очень-очень, друзья, важно, очень важно молиться на могиле цадиков, потому что там ещё присутствует часть нишама, часть души этого цадика, поэтому это является... Ко мне пришёл кот, и он мяукает, не обращайте на него внимания, я тоже постараюсь, и, значит, на могиле находится... Ну, не на могиле, а там в духовном измерении присутствует нишама, душа, часть души цадика, да, это очень важно, потому что считается, что всхуд, да, то есть мы молимся не цадику, не дай Бог, мы молимся Всевышнему, но всхуд этого цадика, в заслугу этого цадика, да, будут наши молитвы услышаны, чтобы без ратыша пришёл Мошеев в скором времени, вот, и нам не нужно было поститься на 9 ава, потому что Мошеев должен уже, по идее, скоро прийти. Хорошо. Всё, это про Аризеля, значит, что я хочу вам ещё сказать? Я хочу сказать вам, что, первое, пришлите мне имена для молитвы, второе, я постараюсь вам... Наверное, ладно, я сейчас не буду этого говорить, в общем, единственное, что я хочу вам сказать, что если у вас будет возможность зажечь сегодня свечку за поднятие души, дать маленькую цадику, а также, может быть, рассказать то, что я вам сейчас рассказывала, хотя бы маленькую какую-то фразу или что-то поделиться, да, то есть вспомнить Аризеля и поделиться этими историями было бы здорово, да, за поднятие души такого цадика, и помолитесь, конечно, в этот день, очень сильный день. Вот, хорошо, поехали! Значит, у нас с вами будет сегодня урок по эмунье, мы продолжаем, продолжаем нашу историю с рабонит Хенни Махлес. Две секунды. Ой, мне так жалко, друзья, что я не вижу ваши комментарии, наверное, я когда-нибудь научусь это делать, я имею в виду про Фейсбук, и я почитаю их после урока, я вам это обещаю, и отвечу на комментарии, если у вас будут вопросы. Хорошо, значит, мы помним, что рабонит Хенни Махлес в прошлый раз нам рассказывала про Ахнаса Тархим, про Ахнаса Тархим рассказывала, что это вообще, на самом деле, большая митцва, и гости, которые к нам приходят, они делают для нас большую митцву, да, то есть не мы для них, а для нас они делают большую митцву, что мы можем вообще сделать такой хэсет, который Всевышний, просто сделать нахат Всевышнему, да, то есть принести ему большое удовольствие тем, что мы принимаем гостей. Хорошо, поехали. Значит, у нас дальше идет история Авраам Мейер Леви, которая рассказывала, что однажды он был на шабате, когда был, опять-таки, полный дом, и там, наверное, было около сотни людей, да, и в середине Сеуды кто-то постучался в дверь и сказали, что можно зайти, и дом был полностью полный, да, Рэббисон Маклин сказала, конечно, пусть доходят, думали, что зайдут пару человек, открыли дверь, конечно же, там было 50, и это было лето, и, значит, они решили, что Сеуду будут делать, ну, часть людей они посадят возле дома, не в доме, а возле, потому что уже никто не вмещался, и Рэббисон Маклин сказала для всех, для нас, кто был, кто там уже сидел, мы сейчас часть этой митцвы, которая происходит, да, то есть это не просто они, да, как Мишпаха, да, семья Маклин принимает гостей, а все люди, которые там, все гости, они являются частью митцвы, принятия гостей, да, они взяли стайлы, стулья, посадили людей на улицу, and they make all the people, да, то есть они сделали уже все люди, которые они включили в эту митцву, и, да, и Раф Маклис сказал, что Всевышний Баруха Шем сделал для нас такой хэсэ, что мы могли принять еще 50 человек, да, и этот Авраам Мейр говорит, что для него Раби и Рэббисон Маклис, они были как Авраам Авину и Сара Имейну, да, то есть мы помним, что у них был такой шатер, с четырех сторон все могли зайти, кто хотел, да, путники заходили, их принимали, и то же самое было Раббонита Маклис и Раф Маклис. Также здесь рассказывают, что у них заканчивалась еда, и периодически у них заканчивалась еда, и они ходили к соседям и собирали то, что у них осталось от сиуды у соседей. Once a huge crowd showed up for Shabbat lunch, и однажды большая, большая не тусовка, много людей пришли на сиуду в шаббат, на вторую сиуду, да, и они, не было опять-таки еды, и они послали кого-то, да, чтобы те достали еду в каком-то холле, да, то есть там где-то был чел, в общем, они посылали периодически людей, чтобы те доставали еду. Окей, поехали дальше. Значит, Samuel Messenger Story. Он рассказывает, этот Samuel рассказывает, что он помнит, что первый раз в пятницу вечером он пришел к Маклисам в 1991 году, и он посмотрел в комнату, и каждый кусочек, да, каждый кусочек комнаты был занят стульями и столами, было около 70 или 80 человек, посмотрел, что кухня была маленькая, и он хотел узнать, где еще одна кухня, в которой они готовят еду, чтобы накормить столько людей, и когда ему сказали, что нет другой кухни, он хотел узнать, если там еще где-то холодильники, тогда ему сказали, нет, у нас нет этих холодильников, и совершенно вот как бы у нас есть вот один холодильник и одна кухня, и таким образом мы, собственно, и все это готовим магическим образом. And they said, no, this is our home, and every Friday night we transform it into your home. И они сказали, нет, вот это наш дом, и каждую пятницу, каждый вечер пятницы мы превращаем наш дом в твой дом. И теперь это твой дом, сказали они этому Самуэлю. sit down, talk, tell us how your week was, да, они сказали, присаживайся, расскажи нам, как прошла твоя неделя, let us introduce you to your heritage and welcome the Shabbos in Locust Farenties. We are your family, да, садись, расскажи, как прошла твоя неделя, и дай нам, let us introduce you to your heritage, да, то есть дай нам рассказать тебе о твоем heritage, это наследие, да, о твоей истории, и добро пожаловать на Шаббат. Мы теперь твоя семья, да, то есть возможно этот человек никогда до этого не встречал Шаббата, то есть каждый человек, который к ним приходил, они как бы его адапты, да, то есть они его принимали как часть своей семьи, и не было такого, что этот чужой, а этот родственник, а этот, нет, все реально чувствовали частью большой мишпахи, частью большой семьи, и это тоже одна из замечательных чирп, которые, мне кажется, очень нужно учиться, когда принимаем гостей, вот без рата Шем, чтобы у нас была у всех возможность это сделать. Окей, также здесь дальше рассказывается, что не каждый, кстати, гость был, was welcome, да, мог зайти в дом однажды летом, в Шаббат, в 1990 году, перед тем, как Махлисы, перед тем, как у Махлисов был мозган, это как кондиционер, было очень жарко, и очень много людей, и дверь была открыта, широко открыта, и вдруг внезапно зашел осел, показалась голова осла, и там был человек, который спросил, ведь вы сказали, что каждый может зайти в ваш дом, as the donkey started walking, people shrieked, да, то есть люди начали, как бы, были в шоке, когда начал заходить осел, и Махлисы сказали хозяину, что, пожалуйста, нет, не нужно сюда заходить, оставьте своего осла на улице, when he came in, Rabbi Makhlis said to him, make sure you feed the donkey, да, и когда он зашел, Раф Махлис сказал, пожалуйста, убедись, что ты покормил своего осла, да, то есть мы помним, что есть у нас такая Аллаха, еврейский закон, что сначала ты должен покормить своего животного, потом ты кушаешь сам, да, и Раф Махлис об этом не забыл, то же самое, там когда-то пыталась зайти большая собака, ее не пустили, и мужчина оставил эту собаку на улице, и она громко гавкала, короче, в общем, здесь мужчина очень расстроился, что не пустили его с собакой, Йофи, дальше поехали, у нас сейчас будет интересная история, Шауль's story, первый раз, когда он пришел в Шауль, он пришел со своими друзьями для того, чтобы за этим экспириенсом, то есть за этим переживанием, и затем его дядя посещал их и приехал из Ванкувера, он был большим психологом, профессором, и совершенно он был нерелигиозным, мой брат, и он, они учились в Израиле, и он спросил, ask if he could spend Shabbos with us, и они спросили, если он может с ними привести время, и они пошли в одну семью, которые были очень знаменитые в мире Керува, приближение евреев к Торе, и на другую трапезу они пошли в дом Махлисов, и в пятницу вечером они пришли к Махлисам, и он абсолютно полюбил эту семью, то есть ему было очень-очень там понравилось, и это было для него особенный такой опыт. День Шабата, когда они пришли к этому человеку, который делает Керув, он сказал, что было очень мило, но было прикольнее и намного вдохновляюще в прошлой семье, когда он видел, что все евреи вместе, что все евреи в Ахдуте, то есть они все вместе сидят, и была очень там теплая атмосфера и обстановка. То есть для него, для абсолютно нерелигиозного человека было очень классно, приятно, и он почувствовал связь с тем, что евреи вместе сидят, вместе общаются, как одна большая семья, и для него это была самая важная история, то есть это тоже интересно, потому что когда люди совершенно не соблюдают, и когда они только приближаются к Торе, что нужно каждому человеку, каждому человеку очень важно, чтобы его принимали, чтобы его любили, чтобы он был частью чего-то большего, чем он сам, это очень важно, и, конечно, семья Махлисов, она сто процентов обеспечивала это состояние, и каждый человек ощущал себя в этом, когда они приходили к ним, вот, поэтому каким бы огромнейшим гаоном в мире Керува, в мире приближения, да, и профессионалом евреев к Торе не были бы люди, все равно самое важное это, конечно, любящая обстановка и хорошая такая компания, да, в которой ты чувствуешь себя как у себя дома, как в своей семье. Окей. 100% у нас есть сейчас глава, которая называется Putting Prayers into the food, то есть Раббонит Махлис, она всегда молилась, когда она делала еду, да, the masses of people enjoying the Махлис, Shabbos meals, point to another mystery, how was Хенни Махлис, да, то есть как вообще Хенни Махлис, которая была мамой 14 детей, могла готовить, подавать еду, убираться за гостями, и так неделя за неделей, да, у них не было финансов, чтобы им кто-то помог, и первые 15 лет были, перед тем, как были волонтеры, то есть у них потом уже было много волонтеров, которые помогали, Хенни делала все сама, и когда дети выросли, they had the choice to help with the Shabbos hospitality or not, то есть они либо помогали, либо не помогали, то есть никто не заставлял, и Хенни описывала her ideal as to bring Shabbos to the whole world, то есть ее идеальная мечта, вообще ее цель была, чтобы принести Shabbat всему миру, да, то есть чтобы весь мир почувствовал вкус Shabbata, у меня здесь есть фотография, я вам хочу ее показать, пожалуйста, сейчас, секунду, чудесная фотография, вот, это Хенни вместе со своими детьми, с внучками, вот, и, окей, so, то есть для нее это было очень важно, да, принести Shabbat вообще всему миру, и в 2002 году Хенни объяснила, что I spend one morning a week ordering food by telephone, да, то есть она проводит одно утро в неделю заказывая еду по телефону, затем она начинает готовить в четверг ночью, да, это на заметку хозяйкам, которые собираются хостить много гостей, да, затем утром рано пятницу она также продолжает готовить, и трое дочерей ей помогают, это берет около восьми часов, чтобы приготовить на всю такую большую компанию, ok, so, то есть ей кто-то помогал, и Хенни любила готовить к Shabbat, и для нее это было даже не больше физическое упражнение, для нее это было духовное переживание, духовное упражнение, молитвы были самым главным ингредиентом в каждом блюде, она сказала, что она прочитала уже давно, что жена Рави Левиц Кайзбердичева перед тем, как она готовила, она молилась, чтобы люди, которые кушали ее еду, чтобы у них был и рад Шамая, да, то есть она медитировала, молилась на еду, чтобы люди, которые попробовали, да, чтобы у них это появилось, да, чтобы они смогли сделать шуву, чтобы у них было и рад Шамаем это страх перед небесами, страх перед Всевышним, но не такой страх, о Боже мой, я боюсь, и сейчас меня поразит молния, а такой страх, что бояться сделать что-то, чтобы вас разъединило со Всевышним, да, чтобы вас разъединило с ним, и вот эту связь прервало вашего общения, вашего тесного взаимодействия, да, то есть иногда Всевышний нам как друг и очень боишься его обидеть, потому что ты его очень сильно любишь, и Раф Нахман из Бреслова говорит, что ты когда готовишь, энергия, с которой ты готовишь, она уходит в еду, окей, если ты готовишь со злостью, ты можешь дать людям еду отравленную, но если ты готовишь без семха, ты можешь им дать здоровую еду и реально их вылечить с помощью своей еды, так она говорит, что мы молимся перед тем и во время того, как мы готовимся, и пусть у нее была главная молитва, пусть еда будет со вкусом Ганедена, пусть еда будет со вкусом Ганедена, и они говорят, ты лим, когда Ривка приготовила покушать ицхэку, так там был запах, мы помним в Торе написано, что он почувствовал запах Ганедена, здесь вот тоже, значит, они говорят таилимы в то время, когда они готовят и молятся, чтобы люди, которые ели эту еду, они полюбили шаббат и полюбили Всевышнего и делали хэсет и любили Тору и находились в коннекшене, в связи сами с собой и чтобы у них была радость от шаббата и еда должна прославить имя Всевышнего и прославить лихвот, прославить шаббат, то есть осветить шаббат, осветить имя Всевышнего. И даже в конце ее жизни, когда ей было у раббанита Ханни Махлис, она ушла, то есть, к сожалению, пять лет назад и она заболела, ей было очень сложно готовить и она говорила своим дочерям, что своей дочке Батшеба сейчас вот еда, давай вместе помолимся чтобы было хорошее Диврей Тора за шаббатным столом, хорошие Змиро песни чтобы еда была хорошая и каждый полюбил шаббат. Давай помолимся, чтобы каждый should maximize his potential in the world, чтобы каждый актуализировал и максимизировал свой потенциал в этом мире, свою цель, с которой он сюда пришел, каждый должен полюбить Всевышнего и каждый должен быть ближе к Всевышнему. И было очень много волонтеров, которые потом ей помогали и она всегда им говорила, когда они резали лук, она им говорила, пожалуйста, не теряйте эти, мы знаем, когда мы режем лук, допустим, у меня я вся плачу, у меня сразу слезы текут и она говорила, не теряйте эти слезы, пожалуйста, плачьте из-за разрушения Бейта Микдаш, то есть мы знаем, что вот из-за разрушения Бейта Микдаш есть такая даже, я думаю, что это митсва, то есть это принято плакать, да, и плачьте за Машеха, то есть даже если, допустим, кто-то вам сделал плохо, не дай бог, чтобы такое произошло, но когда очень плохо, кто-то, может быть, сделал не очень хорошо, и вы плачете, плачете не потому, что этот человек плохой там и вообще мы хотим, чтобы что-то, не знаю, не дай бог, да, чтобы на него вот это вот, чтобы помочь ему сделать шуу этому человеку, и чтобы на него не злиться, и вот эту вот злость, на него, плачьте за Бейта Микдаш, за разрушение Бейта Микдаша, и за разрушение храма, и за то, чтобы пришел Маше, даже и когда режете лук, то же самое делайте, и один из волонтеров помнит, что Раббанит Махлис говорила, что если вы плачете, то делайте шуву, не нужно плакать просто так, да, сделайте свой плач святым, think of things you want to change your fix, думайте о вещах, которые вы хотите поменять или исправить, да, сколько всего неисправлено в этом мире, да, вот наша замечательная Хана Кейла, она делала лекции про тикун хацот, сколько вещей неисправлено, да, то есть вы не просто так плачете, я рассказывала, да, что когда делаем тикун хатсот, плачем за исправление вещей в этом мире, да, эти слезы должны быть слезами поднятия, и не просто то, что вы режете, слезы очищения, да, не просто то, что вы режете лук, да, то есть каждый раз, когда вы плачете, друзья, не теряем слезы, плачем за бейт-эмикдаш, за построение храма, за машеха, за исправление, за очищение, да, и делайте тшу вон. Значит, и атмосфера на кухне была всегда бейт-эм-ха, всегда была счастливая атмосфера, да, они, ой, это вообще замечательно, что я сейчас читаю, да, и у них постоянно играла музыка, играла музыка Шлома Карлбаха. Вот это вот вторая история, которую мы с вами без рата Шем, я надеюсь, что я до этого доберусь, я вам расскажу, кто такой Шлома Карлбах, и это тоже был знаменитый вообще Раф, ой, который, да, который привел очень много людей к шеве. Да, и всегда была бейт-эм-ха атмосфера, всегда все радовались, несмотря на то, что вообще происходило, успевали они готовить, не успевали, и вообще сколько гостей было, 100, 200, 300, всегда все очень радовались тому, что происходит. Йофи, я надеюсь, что мы выучили что-то полезное с вами сегодня, и вас мой рассказ немножко согрел, как куриный суп, который готовила Раббанит Хенни Махлис. Вот, жду от вас комментариев, имен для молитвы, и до встречи на следующей неделе. Вот, а еще хочу сказать, что женщины, дорогие мои, кто меня слушает, если вы хотите поучить немножко про женский митцвод, мы делаем урок тоже раз в неделю, у нас есть женская группа отдельная, да, и для того, чтобы в нее записаться, нужно будет мне написать сообщение личное в Фейсбуке, я вас туда добавлю. Вот, тоже потрясающе интересная книга про реализацию женского духовного потенциала в иудаизме. Хорошо, все, до встречи, всем хорошей недели, и не забудьте, что сегодня юверцайт Аризеля. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok